На фоне всех последних новостей вокруг Украины на второй план явно ушла ковидная повестка. И связано это не только с геополитикой, но и со снижением темпов распространения вируса в мире. Все больше стран снимают принятые карантинные ограничения. В Европе, к примеру, уже несколько месяцев действует принцип «жизнь с ковидом». Большинство рестрикций отменили во Франции, Бельгии, Великобритании и Польше. Пересмотрели отношения к диагностике инфекции даже в Китае, где действует принцип нулевого ковида. Пациентов с легкой формой коронавируса теперь отправляют в специальные гостиницы, а не в госпитали, как раньше. Карантин для переболевших сократили до 7 дней. С понедельника антиковидные меры отменят в Токио. На этой неделе ослабили ограничения в Казахстане. Все регионы нашей страны сейчас в зеленой зоне. Как бы то ни было, во Всемирной организации здравоохранения традиционно предупреждают, пандемия еще не окончена. Омикрон все еще способствует быстрому росту заболеваемости. Это самый заразный вариант, который мы видели на сегодняшний день. Отмена санитарных и социальных мер дает возможность инфекции распространяться. И у нас есть огромное количество дезинформации о том, что пандемия закончилась. Или что омикрон совсем не опасен. Это не так.